Всем привет, это интервью на канале Севильнет, я его ведущий Аршал Исмагдасян, с нами на связи Олеся Вартаньян, старший аналитик международной кризисной группы из Табилиси. Приветствую, Олеся, спасибо, что подключились. Конечно же, мы с вами будем разбирать итоги брюссельских переговоров на уровне лидера в Армении Азербайджана и главе Европейского совета Шарля Мишеля. И там была, по-моему, трехчасовая встреча была, по итогам которой Шарль Мишель выступил с заявлением, где, впрочем, он подтвердил все ранее достигнутые договоренности, по которым я бы не сказал, что есть реальные подвижки в сторону их реализации. Но там был определенный нюанс, на который особенно обратили внимание в Ереване и в Баку. В Баку это посчитали дипломатическая победа, в Ереване это посчитали уязвимой точкой, так скажем, брюссельского посредничества или европейского посредничества. До этого возлагали на это посредничество определенные надежды или большие надежды, связывали некоторые круги. Вот на что именно обратили внимание. Это нюанс касательно того, что Шарль Мишель в своем заявлении, наряду с Лачинским коридором, где он говорит о том, что нужно разбанкировать этот коридор, он упомянул также азербайджанское предложение, азербайджанский нарратив про Агдамское направление дороги, по которой можно снабжать, якобы можно снабжать Карабах продовольствием. По вашему мнению, в целом, как вы относитесь к этим переговорам в Брюсселе, которые случились после вашингтонских переговоров, и реально ли там, помимо вот этого нюанса, вы видите ли другие какие-то достижения или, я не знаю, новости в этих итогах? Да, безусловно. Там есть, по крайней мере, два пункта, которые сейчас совершенно, вот на них никто не обращает внимания, на фоне понятной вот этой эмоциональной реакции, которая звучит, по крайней мере, в армянском сегменте того, что я вижу. Первый пункт касается того, что европейская сторона готова участвовать в восстановлении транспортного сообщения, то есть с финансовой точки зрения. Это, на самом деле, большое достижение, потому что, как вы знаете, переговоры вокруг этого ведутся в Москве, железная дорога в Армении имеет непосредственное российское бизнес-участие в этом плане. И то, что на фоне вот того, что происходит с Россией, во все эти санкции, которые касаются в том числе и российских государственных компаний, такое решение, конечно, там дьявол в деталях, как обычно, но это, на самом деле, большое, как бы, такое, большое событие, да. А вторая часть, и она, наверное, если меня спросите, вообще самая главная сегодняшней истории с бипломатической точки зрения, это то, что впервые представитель руководства Европейского Союза непосредственно говорит о прямом диалоге между Баку и Степанакертом. И это происходит на фоне вот этих ускоряющихся дискуссий по поводу насчет мирного соглашения и необходимости именно нахождения какого-то механизма или какого-то контакта, да, вот чтобы появился какой-то контакт, после чего со стороны Еревана будет готовность пойти на подписание мирного соглашения в его сегодняшнем виде, по крайней мере, с надеждой, что, конечно, эти переговоры в дальнейшем будут продолжаться для обсуждения других еще вопросов. И я понимаю то, что, как бы, вот эти два пункта, они, в принципе, по крайней мере, то, что я считаю важным и можно было бы назвать своего рода новостью, они сейчас совершенно ушли в сторону на фоне вот этого, вот этой дискуссии, которая происходит не только в Ереване, но и Степанакерте. И, наверное, у людей в Степанакерте намного больше права на беспокойство на этот счет. Все-таки люди уже семь месяцев живут в блокаде и целый месяц живут вообще без каких-либо поставок, да, не то что продуктов, но и даже медикаментов и каких-то вообще вещей первой необходимости. И на этом фоне, мне кажется, то, что, к сожалению, что бы ни было сказано, и, наверное, уже и не первый раз, да, такое происходит, что бы ни было сказано, это все будет восприниматься очень болезненно. То есть, будь это не Шаймашель, а кто-то другой, вот если вы помните, где-то месяц назад была очень активная дискуссия, откуда будут российские миротворцы, например, получать продукты, да, и было большое опасение то, что вот именно с армянской стороны, что сейчас вот они как бы пойдут на изменение маршрутов, но этого не произошло по той простой причине, то, что у российской стороны просто все снабжение идет через Армению и в связи, конечно, с военной базой и их присутствием на военном аэродроме. Так что то, что такая эмоциональная реакция, вот, наверное, это меня бы совершенно не удивило, да, почему в Ереване и в армянском правительстве все как-то замолчали, по крайней мере, я пока еще не видела, может быть, к тому времени, как выйдет это интервью, что-то уже появится, никто не хочет как бы объяснить детали этого обсуждения, чтобы была внесена хоть какая-то ясность, вот это, конечно, мне непонятно, да, потому что, опять же, совершенно надо отодвинуть в сторону вот эту армянскую политическую дискуссию, да, и вот эти все попытки сейчас каким-то образом привязать это к любимой теме между оппозицией и правительством, но это же очень важный вопрос для тех людей, которые сейчас сидят без продуктов, да, вот в Нагорном Карабахе, и вдруг они слышат вот эти рассуждения о том, что если что-то им и прибудет, то прибудет только это азербайджанские продукты с азербайджанской стороны, что, наверное, все-таки может оказаться не совсем тем, что на самом деле обсуждалось. Хорошо, вы думаете, что на самом деле сейчас в Армении обращают внимание не к главным, так скажем, пунктам вот данного заявления Шарля Мишеля, которое вы упомянули, это то, что Европейский Союз желает участвовать или готов участвовать в строительстве железной дороги, и что это является определенным достижением, и что Шарль Мишель впервые заявил о том, что между Степанакертом и Баку должен быть какой-то диалог для того, чтобы были соблюдены права армян Нагорного Карабаха. Вы считаете, что вот главным достижением были это, а то, что там есть включен азербайджанский нарратив про акдамское направление, это больше опосредственный момент, на который уделяется больше внимания. Я думаю то, что вот эти две вещи, если вы меня спрашиваете, что нового, вот я вам говорю, что вот эти две вещи, они на самом деле новые. Что касается вот этой эмоциональной реакции на упоминание поставок с Агдама, я понимаю, откуда это идет, и более того, мне не о чем, как бы, да, нечего сказать тем людям, которые вот опять же сидят в такой ужасной ситуации, да, находят себя у... Я не понимаю, почему со стороны армянского правительства совершенно, то есть мы уже видели, что премьер-министр, например, находится в Армении, он даже куда-то поехал уже, почему никто не пытается объяснить, что это означает. Я не уверена, что я должна брать на себя такую роль. Коммуникационное армянское правительство не самая сильная его сторона в этом плане. Ну, как бы, я думаю то, что это должно... Вы знаете, это не сила, а слабость, вот я не рассуждаю такими категориями, да. Для меня важно то, что сейчас человек, который сидит где-то в Степанакерте, или Мартокерте, да, или Мартуни, особенно на фоне вот этих недавних событий, когда там скончались два ребенка, да, никто не хочет входить в то, чтобы вот просто объяснить этим людям, о чем идет речь. Я не уверена в том, что я должна этим заниматься, честно говоря, но, знаете, я уже много лет как бы занимаюсь вот этими всеми вещами, связанными с переговорами, я могу себе представить, откуда идет, как бы, эта интерпретация или вот это заявление, почему она нашла свое отражение в заявлении Шарм-Эльшеля, да. В 2021 году моя организация, Международная кризисная группа, и мы опубликовали доклад о поствоенной ситуации в Нагорном Карабахе. И одной из главных нашей рекомендаций было именно присутствие международных организаций, и их участие в преодолении тех проблем, которые появились у местного населения после войны 20-го года. Не мне вам рассказывать, сколько тысяч там людей стали беженцами. И фактически вся нагрузка по поводу обеспечения их проживания и вот строительства для них домов, она легла в результате на армянское правительство. Почему? Потому что международные организации, опять же, вопреки, в том числе и заявлению от 9 ноября 2020 года о прекращении войны, они так и не получили туда доступ. Вот наша рекомендация была найти возможности для того, чтобы это сделать. Но когда мы делали этот доклад, было черным по белому понятно, то есть вот из всех наших разговоров с представителями Степана Керта, представителями Еревана, представителями Баку и международными организациями, что одна из самых ключевых проблем в том, как эти международные организации будут иметь доступ в зону конфликта. Баку настаивал, чтобы это происходило только со стороны подконтрольных азербайджанных территорий, а в Ереване склонялись, и в Степан-Накерте тоже, кстати, они склонялись к тому, что давайте сделаем это с обеих сторон. И все уперлось в итоге к тому, что вот это противостояние вокруг того, как обеспечить доступ международных организаций, в итоге сейчас нету их совершенно. Там еще была другая проблема с тем, что были сомнения по поводу, возможно, российского какого-то, знаете, что российская сторона не захочет, чтобы там было международное присутствие и так далее. Вот в тот конкретный момент, когда происходила эта дискуссия, это была первая половина 21-го года, то есть вот первые несколько месяцев после войны Россия выступала стороной, которая, наоборот, призывала международные организации. Да, пошла вообще. Абсолютно. То есть вот, понимаете, вопрос доступа – это многолетний вопрос, то есть это многолетний предмет спора. И все понимают то, что его так легко, насколько мне решить. То, что Шар Мишель ссылается на то, что давайте сделаем их с обеих сторон, в сегодняшней ситуации, конечно же, это рассматривается как то, что какой-то европейский чиновник высокопоставленный вдруг допустил то, что надо, можно поддержать Азербайджан. Причем вот эта интерпретация очень интересная для меня, то, что в Армении, я не слышала, чтобы это кто-то делал в Карабахе, но в Армении есть какие-то эксперты, которые начали говорить, что это означает, что Азербайджан будет поставлять свою продукцию. Может быть, Азербайджан и захочет поставить эту продукцию, но мы же понимаем, что на фоне семи месяцев блокады, ну, местное население, у них будут, по крайней мере, вопросы по поводу того, что к ним поставляется. Но другой вопрос – это как должны это сделать международные организации. То есть эти международные организации, для них сейчас даже через лощин закрыты. И если это удастся сделать насчет того, чтобы это сделать с каких-то разных сторон, ну, не знаю, наверное, вот как бы целесообразно было, по крайней мере, было это обсудить, нежели как целиком и полностью отбрасывать и прикреплять туда вот эту агенту. Это означает, что Баку нас интегрирует. Опять же, потому что этот вопрос уже многолетний, он не обсуждается только в разрезе вот сегодняшней ситуации, ситуация, которая сложилась, ужасная ситуация, которая сложилась в Карабахе. И то, если Баку идет на то, чтобы допустить это поставки, допустим, и доступ международных организаций с обеих сторон, я, знаете, вот как бы если с этого среза, опять же, идет дискуссия, то тогда, возможно, все-таки это не столь однозначно то, что вот европейские… то есть мы не можем так однозначно говорить, что все, Европейский Союз целиком и полностью придерживается агенты Азербайджана. Хорошо, Олег. Поэтому, да, пожалуйста, Шарлотти. Хорошо, давайте обратимся, и параллельно, я думаю, был еще один интересный момент. МИД России выступал с заявлением, в котором говорится о том, что, ну, в целом, она дается оценка текущей ситуации в переговорах, приглашаются лидеров там в Москву для того, чтобы обсудить и подписать мирное соглашение, то есть выйти на мирное соглашение в этом плане в переговорах. И еще, говорится, следующее, там первый абзац особенно был важен, что в силу того, что Армения признала территориальную целостность Азербайджана вместе с Нагорным Карабахом, это кардинальным образом изменило переговорную логику, и сейчас будут придерживаться иной логики, не нужно там перегладывать соответственность на других, нужно брать ответственность и идти дальше. Что означает данная фраза? Две вещи означает эта фраза. Первое, то, что Россия все еще хочет участвовать во всех этих процессах переговорных, и это очень важное заявление. Там отсутствует один очень важный пункт в российском заявлении, как бы как она видит свое участие с западными партнерами, потому что мы же понимаем то, что из-за Украины контакты очень снизились, их стало намного меньше, и российская сторона как бы до последнего упрекала Запад в то, что он пытается каким-то образом вытеснить Россию из вообще всего контекста на Южном Кавказе. Второй очень важный пункт, то, что Россия как бы очень так в интересной фразеологии, вот те слова, которые подобраны, говорит то, что не надо сваливать всю ответственность на нас, что мы как бы третья сторона, но все равно это как бы за вами, в том плане, что это вы должны все-таки каким-то образом находить какие-то решения и принимать, каким-то образом это согласовывать. Это очень интересно, потому что это происходит как бы на фоне как раз вот этих дискуссий о том, как будут, допустим, вестись переговоры между Баку и Степанакертом, кто будет каким образом участвовать, поддерживать и так далее. И можно ли вместе с этим переговорным процессом также рассматривать присутствие, опять же возвращаемся к вопросу международного присутствия в Нагорном Карабахе. Вот это будут только российские миротворцы или все-таки туда нужно будет добавлять какой-то международный контингент или какое-то международное присутствие, которое будет помогать видеть, что происходит на земле для вот этих западных посредников. Так что вот российское вот это как бы заявление, это своего рода такая попытка застолбить место, что мы еще здесь и мы собираемся в этом участвовать. Понятно. Некоторые просто заявления России о том, что Армения признала на территориальной целостности и нужно там сваливать соответственность на другие страны, воспринили, как Россия там умыла руки Нагорном Карабахе. Вы не согласны, я так понимаю, с этим, с этой интерпретацией? Россия одна из подписантов трехстороннего заявления. Эта проблема касается непосредственно Армении и Азербайджана. И то, что Россия каким-то образом продолжает в этом участвовать, в этом есть свой смысл. Россия не станет для Карабаха Армении и Россия не может стать для Карабахом Азербайджаном. Правильно? Так что то, что Россия не превращает Карабах в какое-то новое, не знаю, какое-то новое полупризнанное, непризнанное образование на постсоветском пространстве, мне кажется, это было понятно с самого начала, даже еще до начала войны в Украине, а в сегодняшней ситуации это практически невозможно себе представить. Так что если у кого-то и были какие-то такие, не знаю, планы или сомнения, то, наверное, из этого заявления они узнали что-то новое. Хорошо. Спасибо вам большое, Олеся. Спасибо за ваше время. Я напомню, что с нами на связи была Олеся Варданян, старший аналитик международной кризисной группы в Пелесе. Спасибо вам. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»